здравствуйте друзья добро пожаловать на мой канал и сегодня хочу рассказать о том как я собирал вазоны габионы занятие это весьма увлекательное и что самое главное недорогое по моему все довольно таки эстетично получилось если интересно смотрите дальше в видео подробнейшая инструкция как я это делал какие материалы использовал и стоимость извините за ветровые помехи и также видео получилось довольно таки долгим и акцентировал внимание на вещах казалось бы весьма очевидных но тем не менее старался все подробно описать весь процесс от и до все приятного просмотра как видите я уже собрал первый габион вазон посадил у него туйку вот такую вот где она будет расти и развиваться как разводить туи можете посмотреть у меня есть видео не был уверен что все получится но получилось довольно таки неплохо и поэтому для дальнейшей сборки мне понадобится вот такая вот оцинкованная сетка и вот такая вот тоже оцинкованная проволока значит из сетки собственно и состоит основа габиона то есть характеристики сетки высота рулона полтора метра длина 10 метров диаметр прутка из которого изготовлена сетка 18 миллиметров и размер квадрата 35 на 35 миллиметров то есть это оптимальный вариант как бы на этой сетке я остановился и в принципе довольно таки неплохо все получается что касается проволоки проволока тоже оцинковка диаметр 1 и 4 миллиметра то есть этой проволокой скручивается сетка вот таким вот образом если видно стоимость рулона сетки в торговом центре 675 гривен стоимость проволоки я к сожалению не знаю то есть она у меня была валялась беспредметно и вот наконец дождалась своего часа так прежде чем приступить к порезке сетки разумеется нужно определиться с размером вашего будущего вазона габиона назовем назовем его так значит я первый делал шириной ну и длиной соответственно 80 на 80 и высотой 75 сантиметров то есть прежде чем определиться с размером я представил как он будет визуально выглядеть ну на примере там скажем стиральной машины то есть я подошел к стиральной машине померил ее размер и уже как бы визуально можно себе представить какой будет габион сколько он место будет занимать какие у него габариты но и соответственно уже от этого размера плясал то есть я веду к тому что определяясь с размерами лучше взять какую-то возможно тумбу возможно стол и визуально чисто визуально определиться какой будет размер вашего будущего вазона свой следующий вазон я планирую сделать размером длиной 102 сантиметра шириной 57 сантиметров и высотой 50 сантиметров это наружный размер внутренний будет конечно же меньше и для простоты я перевел вот эти вот 102 сантиметра 50 сантиметров 57 сантиметров количество клеток то есть рекомендую не пользоваться рулеткой так как иногда это сбивает с толку потому что они не совсем идеальные размер ячейки то есть там какие-то миллиметры гуляют и чтобы не попасть в неприятную ситуацию когда неправильно отмерили кусок сетки то есть я перевел вот эти вот размеры сантиметровые в количество клеток то есть так проще и мне кажется так гораздо надежнее для порезки сетки я использую такие кусачки мощные плоскорезы также у меня есть еще вот такие вот кусачки но они немного не подходят для этих целей так как у них особое строение кусающие части то есть они не подходят вплотную сетки и остаются такие вот заусенцы поэтому лучше использовать такие вот кусачки и таким вот образом режу сетку не использую турбинку так как при резке турбинка ну конечно быстрее но тем не менее круг черкает пруты тем самым снимает с него слоя оцинковки и впоследствии сетка скорее всего что будет ржаветь то есть оцинковка она не ржавеет но в случае если не нарушается оцинковочный вот этот слой и таким вот образом определяясь уже с размерами вырезаются четыре стороны наружных нашего будущего вазона обиона считается количество клеток и не спеша все это режется предварительно я наметил количество клеток то есть вырезал часть то есть и теперь в эту сторону вот таким вот нехитрым способом после того как стороны нашего вазона вырезаны их надо немного выровнять так как сетка была в рулоне и естественно такими полукругами значит соответственно надо сделать ровные стороны выравнивается при помощи резиновой киянки такими легкими постукиваниями и также нужно догибать вручную добиваясь того чтобы сторона была ровно более или менее и теперь нужно связать нашу конструкцию наружный каркас габиона назовем это так при помощи проволоки но для начала из проволоки нужно изготовить такую вот пружину как это сделать я вам сейчас покажу итак чтобы изготовить такую вот пружину нам понадобится стол с импровизированным упором дрель прут толщина прута 7 8 миллиметров длиной около метра больше не стоит так как будет тяжело снимать пружину дрель должна быть с регулятором оборотов либо с плавным пуском желательно и тем и тем также нам понадобятся кусачки разумеется и понадобится ржавый советский ключ еще обязательно нужен помощник ну или помощница кому как нравится так берем нашу проволоку загибаем край буквально сантиметр полтора вставляем в патрон вставляем ключ и таким вот образом потихоньку на низких оборотах наматывается наша пружина ключ служит для того чтобы соблюсти меж витковое расстояние так как если будет разное расстояние между витками то пружина при намотке будет клинить то есть при скручивании габиона будет заклинивать так расстояние равное стоп далее отрезаем проволоку оставляем небольшой кусочек он также послужит рычажком как при снятии из прута проволоки так и при намотке уже на габион несколько оборотов в противоположную сторону и таким вот движением стараясь не деформировать пружину снимаем с прута отрезаем этот край все получилось вот пружина и наконец приступаем к сручиванию сетки то есть берем пружину составляем две стороны вместе и вот таким вот способом накручиваем до самого низа желательно конечно делать эту работу в четыре руки так как бывает нужно и придержать сетку и подтянуть пружину то есть гораздо удобнее делать это вдвоем ну как видите в принципе и одному можно справиться как видите пружина намотана до низу излишки откусываем но не выбрасываем то есть вот эти вот кусочки в дальнейшем можно использовать то есть составлять связку из двух кусков пружин то есть в этом нет никакой проблемы ну и далее связываем еще ну еще три угла то есть делаем прямоугольник вот такая вот получилась деталь нашего вазона наружная часть и теперь нужно собрать внутреннюю часть она будет меньше то есть высота такая же но при этом каждая сторона будет на 8 клеток меньше с учетом толщины с каждой стороны по 4 клетки толщина стенки соответственно от этих ранее записанных цифр отнимаем по 8 клеток единственное что оставляем высоту такого размера и собираем уже внутреннюю часть далее после того как собрана середина нашего вазона начинаем скручивать эти две детали то есть те самые четыре клетки вырезаем полосу и при помощи той же самой пружины скручиваем вот таким вот образом и вот так вот до конца всей длины и чем больше наматывается пружин то есть соединяются стороны грани тем конструкция разумеется становится жестче ну в принципе в таком же духе продолжаем дособирать вот эту конструкцию вот что друзья в итоге получилось вот такая вот конструкция еще довольно таки хлипкая несмотря на то что не скручен этонисто как мы эту этот вазон размещаем вот здесь где он и будет уже находиться на постоянной основе то есть будет вот такой вот элемент нашей конструкции и теперь можно приступать к закладке камней в обеон но прежде нужно изготовить и установить вот такие вот стяжки вот нужны они для того чтобы камни не распирали сетку при укладке значит изотавливается из той же проволоки оцинкованной то есть берем шаблон ну нашу толщину стены габиона отмеряем получается четыре клетки и по несколько сантиметров с каждой стороны отрезаем кусок проволоки таким вот образом загибаем один край полностью один немного чтобы было удобно загибать и таким вот образом мы соблюдаем толщину стены нашего габиона и эти стяжки не дают сетке распираться от камней устанавливается довольно таки просто то есть по высоте расстояния я устанавливал три клетки таким вот образом и загибается край и через четыре клетки соответственно следующую зацепляю стяжки на пересечении прутков то есть чтобы стяжка не сдвигалась таким вот образом фиксирует и это все я делаю по периметру как видите стяжки установлены по периметру то есть на высоте от основы от земли от пола три клетки на расстоянии друг от друга четыре клетки ну местами получилось три клетки но тем не менее надеюсь видно проволока сливается сеткой ну как то так еще было бы неплохо сделать вот такие вот диагональные стяжки что есть для этого отрезаем необходимое количество проволоки и устанавливаем на той же высоте что и основные стяжки делаем еще одну диагональную стяжку вот так вот тем самым фиксируем углы вот таким вот образом делаются четыре стяжки такие диагональные по всем четырем углам и вот после этого уже можно укладывать декоративный камень то есть укладывается первый слой до первых стяжек затем ставится второй уровень стяжек но уже как бы в шахматном порядке то есть если эти стяжки стоят так то следующий ряд будет через три клетки ну как бы между ними то есть тем самым более менее равномерно зафиксирована сетка сейчас я это продемонстрирую еще друзья 10 секунд вашего драгоценного времени вы должны понимать что перед укладкой камней вы должны выставить корпус габиона будущего вазона так чтобы уже потом его не сдвигать потому что если даже доложите до четверти высоты то сдвинуть его уже будет практически нереально несмотря ни на какие камни то есть легкие тяжелые это уже будет проблематично поэтому нужно предусмотреть заранее все что можно предусмотреть вот здесь в частности я прикрутил верхнюю сетку ну которая будет уже закрывать габион и вот так вот ее зафиксировал на проволоке то есть мешать она укладывать камни не будет но в определенный момент она уже прикручена ну все теперь уже точно начинаем укладывать камни начали наконец укладывать камни и обратите внимание в перемешку то есть укладываем и мелкие и крупные и тогда получается вот такая вот картинка более эстетично выглядит наш будущий вазон кстати заднюю стенку если не хватает декоративного камня ну тут гранит как бы у нас немало то заднюю стенку которую не видно то забутовываем обломками там кирпича ну неважно каким-то строительным мусором и так же само ставим растяжки как видите в шахматном порядке как я уже ранее говорил и таким вот образом забутовываем габион до самого верха так предательски закончились запасы проволоки поэтому пришлось поехать докупить проволоку и есть информация сколько она все-таки стоит значит оцинкованная проволока диаметром 1.6 миллиметров чуть толще она чем я использовал с самого начала 1.4 ну 1.4 не было поэтому взял 1.6 разница несущественная стоимость двух килограммов в такой проволоке составляет 110 гривен то есть 55 гривен за килограмм ну тут довольно таки маленькое количество должно хватить на много как видите уложили мы камни в наш вазон габион до самого верха укладывать не надо так как еще нужно будет привязать сетку и это будет неудобно делать если слишком плотно будет забит камнями что касается камней по сути это щебень крупной фракции перемешку с такими вот валунами которые мы колем и стараемся без прорег однако они все же есть укладывать наш габион и на следующем этапе уже завязываем наш габион вазон вверх точно таким же способом в проволоку вот так вот с камнями уже сложнее это делать но тем не менее возможно возможно и вот таким вот образом до конца по периметру с каждой стороны завязываем вверх вазона как верхняя сетка прикручена можно также дополнительно подбить мелкими камнями то есть это даже нужно сделать так как есть полости и их желательно заполнить работа кропотливая но умиротворяющая и таким вот образом подбивается мелочевкой все возможные прорехи также это нужно делать из боков то есть такие вот ниши забиваются камушками которые проходят в квадрат на следующем этапе помещаю в эту нишу которая получилась помещаю гровбэг который я изготовил в размер кому интересно что такое гровбэг можете посмотреть вот это видео по ссылке я их изготавливаю сам изготавливаю из геотекстиля чем хорош геотекстиль тем что он дает возможность дышать корневой системе при этом отводит излишнюю влагу и не дает выходить грунту то есть грунт через себя он не пропускает и геотекстиль в этом отношении самый лучший вариант если кому-то нужна помощь люди проживающие в Украине спокойно могут связаться напишите комментарий либо на почту я читаю свяжемся изготовлю для ваших размеров без проблем с другими странами наверное будет посложнее но тем не менее можно тоже попытаться просто долго будет идти и так уложив гровбэг в наш гобион он засыпается землей что касается грунта для засыпки можно использовать торфосмесь я лично использую чернозем в перемешку с сыпцом то есть две части чернозема одна часть сыпца и вот такой смесью забиваю наш вазон и плотно утрамбовываю желательно еще конечно пролить для того чтобы грунт сел но достаточно будет и так и теперь можно приступать к посадке растений после посадки растений его необходимо обильно полить для того чтобы сел грунт как видите в один вазон я посадил самшит как его разводить вот ссылка есть во второй вазон я посадил стелящийся можжевельник блю чип ссылка вот как разводить для чип ну и в третьем вазоне туя уже растет давно поливаем растение и ждем пока уйдет вода после того как вода усадила грунт поверхность нужно замульчировать я например мульчирую обрезками геотекстиля которые у меня остались после изготовления гроу бэгов вот таким вот образом стараясь плотно чтобы земля не была открытая и не пересыхала на солнце но это не про теперешнее время года это в основном делается для лета так же не будут прорастать сорняки и теперь можно положить камни лучше конечно использовать красивые белые в идеале подойдет мраморная галька белая но за неимением таковой пока используем просто красный щебень вот так вот плотно плотно чтобы не было видно ткани эти края нашего гроба можно подогнуть внутрь вот таким вот образом чтобы его не было видно равномерным слоем укладывается по всей площади после того как работа окончена можно промыть камни лучше всего это делать конечно перхером но отложим эту процедуру за зиму дождями и снегом я думаю камни промоются и весной просто завершить начатое и финальный дизайнерский штрих можно уложить морскими ракушками очень полезная вещь в хозяйстве думаю дома есть у каждого ну вот наконец и пригодились так друзья этим кадром начал этим кадром и заканчиваю всем кто досмотрел до конца вам друзья лайк по моему все получилось если какие-то возникнут вопросы спрашивайте в комментариях по возможности буду стараться отвечать все всем всего доброго